Начнем. Художник Павленский поджег в Париже очередные двери, что дало повод всяким остроумцам, в том числе и Эховским, начать разговор о нем как об идиоте. Ну да, в Париже даже сейчас проверяют Павленского на психическую состоятельность. Но у меня по этому поводу есть вопрос. Вот когда Малевич нарисовал свой черный квадрат, то какие были разговоры? Ровно такие же, что этот идиот нарисовал квадрат и требует признать это картиной. Так вот, хочу вам сообщить, что Павленский поджигает двери, прибивает мошонку к брусчатке и совершает всякие подобные действия не потому, что он сумасшедший, или от желания шокировать остроумцев. Это у него такой, простите, художественный метод. Пусть нам это резко не нравится, но Павленский, причем неважно, нормальный он или сошел с ума. Мы знаем из сумасшедших гениальных художников. Он занимается акционизмом. Это такое действо, можно даже сказать, что это такой вид искусства, который включает в начале некое действо, визуальное или физическое, плюс реакцию на него. Вот есть такое. И его поджог дверей в Париже, это не желание потроллить парижскую или московскую публику, а повторение своего весьма странного искусства. Точно так же Малевич мог нарисовать, а есть всякие свидетельства, что и нарисовал не один черный квадрат, а изрядное их количество. Конечно, многим, и признаюсь в том числе и мне, все это кажется странным. Я бы так не делал. Но я не акционист Павленский, да и сомневаюсь, что он за этот перформанс получит гонорар, возможно, даже срок получит. Но именно отсутствие гонорара и говорит о том, что перед нами странное, но искусство, включающее поджог, приезд пожарных и полиции, реакцию прессы, бегающих людей и, в конце концов, арест самого Павленского. Кстати, возможно, что в эту акцию входит и его допрос, а также, могу допустить, и последующая отсидка. Кстати, подобное мы неоднократно видели, но не задумывались, что это странное, но искусство. Вспомните любое реалити-шоу. Сейчас можно говорить о Собчак. Ну, давайте вспомним Дом-2. Там могло происходить и происходило что угодно. Это что угодно было неожиданным и провокативным. Творцы запускали туда разных людей, ставили тех, кто были в доме, в разные ситуации. Более того, там стояли видеокамеры, и мы все наблюдали за реакцией. И нас это абсолютно не шокировало. Мы признавали это определенной формой телевизионного искусства. Так вот, действие Павленского, на мой взгляд, такое же реалити-шоу, где он совершает странный поступок, а дальше запускается реальная жизнь, за которой он и мы можем наблюдать. Так что, на мой взгляд, не потому он сжег двери ФСБ, что был против репрессий, а в Париже жег, потому что был против мирового капитала. Это просто искусство, каким бы диким оно ни казалось. И давайте любое искусство уважать. Поэтому в отношении Павленского, в суждениях о нем и о том, что он делает, я призываю быть поаккуратнее. Это программа «Итоги недели без Евгения Киселева», Нарышкин Соломин Гонопольский, Светлана Ростовцева, наша замечательная звукорежиссер и звука, звука, богиня звука. Ребята, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем. Это программа «Гонопольская». «Итоги недели без Евгения Киселева». События недели. События недели стала в движении Ксении Собчак по этому поводу. Я хотел несколько еще и сказать, с вашего позволения. Естественно, прежде всего это связано с заочным конфликтом с Алексеем Навальным. Почему заочным, сейчас объясню. Я не очень понимаю, очень многие, естественно, сторонники Алексея Навального. И, в принципе, люди, настроенные оппозиционно к Владимиру Путину, не поняли этот жест Ксении Собчак и стали всячески на нее наваливаться. Я не очень понимаю, почему вы вообще решили, что Ксении Собчак чем-то обязан Алексею Навальному. В свое время вытащили сейчас этот твит из недр истории про золотой лобок России. Алексей Навальный достаточно жестко и достаточно открыто выступал в свое время в адрес Ксении Собчак. Ксения Собчак совершенно открыто сейчас ответила Алексею Навальному. Я воспринимаю ее выдвижение не как ситуацию, сконструированную в Кремле. Она используется Кремлем, безусловно, по полной программе. Но она, на мой взгляд, была сконструирована Ксении Собчак ради Ксении Собчак. Она вступила в возраст, дающий право стать ей президентом. У нее есть это право. И у меня призыв всеобщий. Дайте работать институтом. Дайте возможность реализовывать свои права. Вы не отцы нации, чтобы заново придумывать правила игры. Это, кстати говоря, обращение и к тем людям, которые почему-то считают себя отцами нации, способными переделывать правила игры, которые не допускают Навального к выборам. Это не ваши выборы. В смысле, не те выборы, с которыми вы можете что-то сделать. Дайте возможность выборам быть выборами. Это, мне кажется, главное и ключевое сейчас в движении к 2018 году. Навальный, на мой взгляд, занял единственную верную тактику. Поэтому это заочный спор с Ксением Собчак, потому что он молчит. Еще один выпад в стиле «Золотой лобок России» его ни к чему, с моей точки зрения. У него своя концепция и своя игра. Он идет против всех. Именно он идет против всех. Не Ксения Собчак идет против всех. Ему важно дать это понять, что Ксения Собчак – это альтернатива Жириновскому, Зюганову, какому-нибудь охраннику, а не ему. Он с ней не цацкается. Он определил ее место. Мне кажется, в данном случае его роль исполнена, в общем, оригинальной. И так, как ему следовало ее исполнить. И нужно напомнить, что от Навального тоже устают. Он может занять почетное вакантное место «Вечный оппозиционер», а его молодой электорат будет молча вместе с ним стареть. Если Навального не регистрирует, с моей точки зрения, нужно придумать ход. Выставляйте на выборы Волкова, Жданова, Ляскина, Любовь Соболь. Отличный вариант Любовь Соболь, который может идти на выборы 2018 года, если не регистрирует Навального, потому что он в противном случае проиграет. Важно, самое главное, дайте институтам работать. Боритесь за это, прежде всего, как мне кажется, человеку, который просто наблюдает за происходящим. Последнее. Тут повисла пауза просто. Тогда я воспользуюсь этой возможностью. Не-не, я с интересом слушаю. Это очень интересно то, что ты говоришь. Ксения Собчак. С Ксенией Собчак на самом деле довольно темная история. Я до конца... У меня есть, во всяком случае, сомнения, что речь идет вообще о 2018 годе. Она ни разу не произнесла этот год. Я, во всяком случае, в тех материалах, которые я видел, в ее первом публичном заявлении, в ее письме о газете «Ведомости». И сайт, который ведет на сайт «Собчак против всех», называется «собчак2024.ру». А сайта «собчак2018.ру» нет. Нет, во всяком случае, я, когда пытался на него зайти, туда попасть не смог. Мне кажется, она нужна своим избирателям на выборах в 2024 году. Кто такие избиратели Ксении Собчак? Это те люди... Помните, она выходила на митинг и говорила «мне есть, что терять». Она определила, на самом деле, свою принадлежность к этому кругу. Людям, которым есть, что терять. Так вот, это ее избиратели, по сути. Один из ее избирателей – это Владимир Путин, которому есть, что терять. И в данном случае, Ксения Собчак могла бы стать лучшим гарантом для Владимира Путина, когда он соберется уйти на пенсию. А по недавнему выступлению на Валдайском клубе у меня лично было впечатление, что он хочет отойти от активной политики во всяком случае. Возможно, я ошибаюсь совершенно. Возможно, я не прав. Но в 2024 году это был бы лучший вариант. Потому что за это время она бы могла стать новой Валентиной Матвиенко. И никто бы не относился с юмором к ее выдвижению. И к ней бы, возможно, относились серьезно. За пять лет она могла бы сделать новое реалити-шоу. Сейчас я не пытаюсь ее как-то... Слово «помоги» нематерное... Принизить. Не принизить, а подковырнуть или как-то... Ну, опустить, хорошее слово такое. Ни в коем случае не буду. Мне кажется, что вот эти шесть лет могли бы стать для Ксении Собчак хорошим способом публичного роста как политика. Подожди, секундочку, я не понял. Ты имеешь в виду, что ей не надо сейчас идти в президенты? Мне кажется, что она своим избирателям нужна в 2024 году. Потому что ее избиратель сейчас, в 2017 году, проголосует за Владимира Путина. Можно включиться в разговор? Вы всегда обманулили это сделать. Я не знаю, почему вы не перебивали. Я сейчас хочу. Дело в том, что я, естественно, внимательно... Извини, Леша Нарышкин. Давайте так. Давайте объявим вопрос. А после этого я скажу, у меня возникли некоторые соображения. Вопрос был связан с тем, что мне искренне непонятно возмущение тех, кто не собирается голосовать за Путина, собирается голосовать против него. Почему они возмутились выдвижением против Ксении Собчак? Ведь многие из них всегда говорили, да Навальный это не важно. Навальный, не Навальный. Главное, чтобы ушел Владимир Путин. Главное, сменяемость власти. Вот я и хочу обратиться к этим людям, которые выступали против Владимира Путина. Что для вас важнее? Если для вас важнее, чтобы президентом стал Алексей Навальный, тогда ваш телефон плюс 7495... Сейчас, две секунды. 6600664. Если вы за то, чтобы им... Для вас важнее, чтобы президентом перестал быть Владимир Путин, тогда 6600665. Начался подсчет ваших голосов. Если для вас важнее... Обращайся к тем, кто является противником действующей власти. Если вам сейчас важнее, чтобы президентом стал Алексей Навальный, тогда 6600664. Если вам важнее, чтобы им перестал быть Владимир Путин, 6600665. Слушай, Соломин, ты сегодня такой живчик. Ты так вдруг... Вдруг... Резво что-то эмоционально. Слушайте, вы... Вот что вы восхищаетесь? Если вам в Киев не пришли свежие темники от Кремля, ну, это ваши проблемы. Я просто сижу... Это в Кремле? Зрители Ютьюба видят, что у меня лицо кислое, постное, потому что я это все... Давай, давай говори. Я это все видел. Я сказал, когда мне пришли эти бумаги с Соломиной, я не буду в этом участвовать, я не буду читать этот текст, этот мерзкий текст, который расписали кремлевские политтехнологи. Соломин за милую душу, все. Это человек, который пойдет по головам, это известно. Там, наверное, самый в Кремль хочет и к Собчак попасть, потому что там деньги будут, там золотой лобок будет теперь. У нас хартия, нам нельзя участок президента. Ну, слушай, когда у тебя золотые лобки крутятся, знаешь, хартия, не хартия, еще посмотрим, где ты будешь к 18 марта. Уныние. Я в страшном унынии, потому что мне даже немножко грустно, что я поддался вот этой волне и поучаствовал в обсуждении этой тематики. Все высказались, все, все, кому не лень. По-моему, Ольга Бузова даже, коллега Ксения Анатольевна Собчак, она тоже высказалась по этому поводу и сказала, что ей нужно подождать несколько лет, и она тоже сможет баллотироваться в президенты. Это грустно, это скучно. Я не хочу обсуждать тему выборов. Пусть будет больше клоунады, пусть вообще запретят в этом году. Еще не поздно. Пусть запретят мужчинам устраивать. Пусть будут одни бабы. Будет хотя бы весело и интересно. А вместо дебатов, нормальных дебатов, которые никто никогда не видел, пусть будут женские бои в грязи. Матвиенко в возрасте, Хакамада, тоже уважаемый человек, и молодая Собчак. Вот пусть они все выходят на ринг, мажутся в грязи, друг друга закидывают говно. Но это будет интересно. А кого там народ выберет, это не важно. Потому что в Кремле сами уже давно решили, как правильно считать голоса, без людей, без избирателей. Вот чем отличаются оптимисты от пессимистов? Ну, наверное, один из вас пессимист, один реалист, а вот, вернее, оптимист, пессимист, а вот я реалист. Я хотел бы по этому поводу сказать. И то, чего я буду говорить, как-то я не особо услышал у тех, кто обсуждал эту ситуацию. Потому что обсуждали, безусловно, Собчак, обсуждали Навального и так далее. Матвей, смотри, сейчас Матвей предложит новый угол в этой истории. Нет, да, да, угол, причем... Мы ждем, давайте, слушайте, миллионы, миллионы слов были сказаны. Личные, да, миллионы, давайте. А ты не отрывай время у мастера, ладно? Значит, смотри. Я такой человек, уважающий институты. Есть такой старый анекдот, вы знаете, что там, если я на диете, то это не означает, что я не могу листать меню. Так вот, я хочу сказать, что я, конечно, понимаю, что есть сторонники Навального, есть сторонники Собчак, есть сторонники Путина. А я сторонник выборных институций, вот самого вот этого института выборов. И я хочу сказать, что я очень хотел бы, чтобы кто-то был отличный от Путина, достаточно вменяемый, за кого бы я мог проголосовать. Если это, например, добьется Навальный, к которому я отношусь с большим уважением, то это Алеша Нарышкин будет Навальный. Есть ли в связи с тем, что или не в связи с тем, я не знаю. Я не стоял при разговоре Путина с Собчак, и мне, собственно, по барабану. Вот моя позиция, она отличается от позиций других, что она абсолютно нормальная. Я считаю, что гражданину России, коих огромное количество, кто недоволен Владимиром Владимировичем, должна быть хотя бы одна, только честная. Честная. Ну, или относительно честная. Кандидатура, за кого бы ты мог проголосовать. Ну, какое-то разнообразие. Меню. Я хотел увидеть это меню. Я благодарен Ксении Анатольевне за то, что она, по сути, выручает всю эту предвыборную ситуацию. Почему? Потому что я могу задать вопрос, между прочим, который только что сказал Соломин. Ну, хорошо. Если Навальному не разрешают, ну, не разрешат, там, ну, вот-вот-вот баллотироваться, то, простите, я что, должен из-за того, что ему не разрешают, как-то сказать, ну, не разрешают? Решают, так я, и вот дальше что, так я? Первый вариант. Не пойду голосовать, проголосую за Путина, буду биться головой об стенку. Значит, друзья, значит, мне кажется, что гражданам Российской Федерации жизнь и ситуация должна предоставить возможность за кого-то проголосовать, если ты не хочешь за Путина. Поэтому спасибо большое, как ни странно говоря, Ксении Анатольевне. Я не, мне абсолютно не интересует, там, закладывается она, не закладывается, спойлер, не спойлер, это все названия. Мне важно, что я пойду и проголосую не за Буратин, типа Жириновского, кто там, Богданова, который, наверное, опять вылезет. Хотелось бы, да. Миронова, да, Миронова и это самое, и даже Григория Алексеевича Явлинского, которого я глубоко уважаю, но тем не менее. Я просто хочу увидеть какое-то свежее лицо, а у Ксении Анатольевны, простите, и в прямом, и в переносном смысле, свежее лицо. Поэтому уже сейчас могу сказать, выйдет Навальный, я имею в виду, выйдет в выборы, допустят его, взвешу, и буду... Да, я все понимаю, Ксения Анатольевна действует хитро, никакой программы, придумала себе, что против всех, умница, придумала, делает все правильно. Почему? Потому что любая ее программа, внимание, либо совпадет с программой Путина, тогда мы будем смеяться, или будет отличной от программы Путина, и тогда смеяться будет Владимир Владимирович, когда ее будут бросать в какое-то СИЗО, потому что она что-то нарушила. Она находится в сложнейшем положении, потому что она не может выйти с какой-то программой, все удивляются почему, а потому что никто не может выйти с программой, отличной от Путина, если не повторять судьбу Навального. Никто! Вот почему она поступила достаточно умно, у меня нет программы. Да, это курам насмех, да, весь мир будет смеяться, но мы же с вами не идиоты, мы понимаем, что по сути она права. Это голосование против всех, но за нее, и я с удовольствием за нее проголосую, потому что, а, с волками жить по волче выйдь, там еще какие-то можно придумать поговорки, которые показывают, что в этом сумасшедшей диктатуре, которая у нас существует, только подобным, странным, идиотским, извращенным образом можно принять участие в президентских выборах. Ответленный вопрос. Спасибо большое, Ксения Анатольевна, за эту историю. Скажите, а Кремль использует Ксению Собчак? Ее используют сейчас? Я не понимаю, как. Если люди... Для того, чтобы слить Навального, для того, чтобы Навального не говорили. Нет, ты не понимаешь, нет, это сложно, это сложно, это твои московские штучки. Еще раз. Использует ее или нет, решает электорат. Если у электората накипело так, что он блюет от нынешнего, так сказать, руководителя, то за нее проголосует, и она станет президентом. Поэтому не имеет значения, вы забыли, что в Российской Федерации существуют кривые, косые, но выборы, они есть. Их Путин не отменил. Поэтому они планировать у себя могут что угодно. И мы это можем называть, секунду, что угодно. Но если люди с одной стороны будут, как это можно, это слово, особливаты, обособляться. Нет, видеть, вот я иначе скажу, видеть в Собчак альтернативу Путину и какое-то, хотя бы какое-то движение вперед, какое-то, хотя бы в том, что она не Путин, то проголосуют за Собчак. Но если большинство граждан, как утверждают всякие офциомы, за Владимира Владимировича, за нашу скрепу, значит, Ксения Анатольевна, как верно сказал Соломин, будет готовиться к 2024 году. Поэтому легче, ребята, keep calm, пожалуйста, легче надо относиться к этой ситуации. Вы хотели выступить сейчас таким мудрецом, но у вас ничего не получилось. Я и выступил. Нет, нет, у вас не получилось никакого нового угла, и мудрого фильма из вас тоже не вышло. Вы сказали страшную банальщину про вот это политическое меню, которое вам должны предоставить. Не надо никакого политического меню, потому что рецепторы у людей простых, они давно удалены. Никто не чувствует блюдо какой-то высокой кухни, никто не отличается. А ты не считаешь, что ты сейчас говоришь банальщик? Ну да, а если мы переведем на алкогольную тематику, и вы требуете винную карту, вы, Матвей Юрьевич и другие, никто не отличает хорошее, дорогое вино от какого-нибудь пойла в пластиковых пакетах, от виноградного дня. Ну и что вы говорите, какие винные карты? И Собчак здесь ни при чем, и Навальный ни при чем. Да хоть Соломин на выборы пойдет. Секундочку, у меня к тебе вопрос. Простой, только ответь, как я спрашиваю. Не придумывай отход. Давайте, давайте, время бежит. Если вдруг, если вдруг за Собчак проголосует подавляющее большинство россиян, кто станет президентом Российской Федерации? Ну вы мне предлагаете фантазировать? Я не хочу фантазировать, это нереальный сценарий. Ну вы сказочник, ну что нам с вами делать? Нет, я же задал простой вопрос, почему ты не хочешь на него ответить? Никто не проголосует за Собчак. Проголосует, 5% проголосует. Ну его еще, кстати, не... Вот, все, вот, ребята, это я к слушателям. Ну давайте, хорошо, давайте будем фантазировать. А если завтра Путин придет к Навальному фонд борьбы с коррупцией и передаст секретное досье на все правительство? Я ушел из этого разговора. Что тогда будет? Как умеется наша жизнь? Все, хватит, хватит. Итоги голосования. 54% наших слушателей проголосовали за вариант, что им важнее, чтобы президентом перестал быть Владимир Путин. И 46% говорят, что им важнее, чтобы президентом стал Алексей Навальный. Вот и все. Спасибо большое радиослушателям, которые подтвердили мою точку зрения. Для них важнее... То есть, я понимаю, сколько там процентов за Навального, ты сказал. 46. 46, это огромная величина. Но большинство проголосовавших из нерепрезентативного голосования Эхо Москвы понимают самую главную задачу. Что для достижения цели все средства хороши. А главное, общественная, как мне кажется, задача, это смещение нынешнего... Ой, наивные какие. Ну сместите Владимира Путина, будет Медведев у вас. Мы живем по-другому. Медведев не участвует в предвыборной гонке. И Путин тоже не участвует. Он не участвует. Ну ты... Все, ребята, ну... Давайте уйдем на рекламу, пожалуйста, на новости. Не думал, не думал, что столь ты примитивен. Прости. Пять минут новостей, реклама. Эхо Москвы представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Те же в студии. Мы продолжаем. Мы проголосовали. Вот по поводу Собчак. Поругались. Ну что, идем дальше. Герой недели следующая. Поехали. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. Министр иностранных дел времен Бориса Николаевича Ельцина Андрей Козырев ответил довольно резко Владимиру Путину, вспомнившему про как раз Козырева на Валдайском форуме. Вкратце историю напомню. Значит, разговор зашел на Валдайском форуме. Про встречу Козырева с Никсоном в начале 90-х. И один из специалистов, которые выступали на форуме, он сказал, что, ссылаясь на Козырева, и цитируя Козырева, значит, он сказал, что у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческий интерес. И Никсон тогда только покачал головой. На что Путин сказал. Это говорит о том, что у Никсона есть голова, а у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть, черепная только, но головы как таковой нет. Что же сказал Андрей Козырев, специально для издания «Инсайдер», он прокомментировал эти слова, тоже тезисно. Никсону я говорил тоже, что и другим. Национальные интересы, как и других демократий, в принципе, согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ, не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, и не были под санкциями. Россияне не умирали в воюю на стороне диктаторов. Сирии скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты, если у тебя голова. Интересы России противоположны интересам режиму, лидеров которого черепная коробка повернута назад в КГБ. Вот так вот просто припечатал, мне кажется, Андрей Козырев. И я подумал, и мы с вами решили даже вопрос задать, связанный с тем, что, в принципе, человек, который от власти сейчас удален, я так понимаю, Андрей Козырев даже не в России живет сейчас, он абсолютно исключен из российской политики, и тут вынужденно в нее вернулся, как такой критик Путина, как человек, который поставил Путина на место. У нас немного сейчас людей таких есть, на самом деле. Мы можем восхищаться Навальным и думать, что вот он действительно может Путина держать в тонусе. Но так ли это на самом деле? А тут вот человек несколькими фразами просто вот взял Путина. Оп, дружок, спокойно, спокойно приди в чувство. Вон у тебя коробка повернута, черепная, назад в КГБ. Это круто, это так необычно, это так круто. Я про Козырева, ну, слушайте, Козырев – это персонаж моего детства. Я его помню, наверное, по телевизору, но последний раз, когда он там появлялся, я вряд ли вообще разбирался в каких-то серьезных вопросах, кроме, не знаю, там, уроков ИЗО в школе или математики. Я не занимался политикой, я не увлекался политикой. А тут, понимаете, такой как будто бы привет из прошлого, как будто бы привет из той демократической поры начала 90-х годов. Мне бы хотелось, черт возьми, чтобы вот такой человек, как Козырев, прям вот Козырев, чтобы он сейчас вернулся в российскую политику. Не знаю, в каком качестве, но пусть будет. Слушайте, у нас большая коллекция умных людей. Умных людей. Вот вы считаете Кудрин умным человеком? Кудрин каждую неделю выпускает какой-то доклад аналитический, рассказывает какие-то важные, интересные вещи. Не все сбывается, точнее, ничего не сбывается из того, что он советует, из того, что он прогнозирует. Но все равно приятно слушать, приятно осознавать, что ты находишься рядом с этими умными людьми. Пока есть умные люди, наверное, не все так плохо. Хочется, чтобы Козырев чаще себя проявлял. Громче говорил, громче критиковал Владимира Путина. Не раз, не знаю, в 15 лет две фразы, а чаще. Так он, знаете, переквалифицировал героя в редиску, из того, что он 15 лет молчит. Это другое. А потому что некрасиво для себя Павел Владимир Путин. Потому что некрасиво, потому что отвратительно я бы даже сказал, Павел себя именно он, оскорбив, кстати говоря, не попросив уточнить цитату, не попросив самому убедиться в том, что он именно это говорил. Он начал на человека вешать эти, мне кажется, оскорбительные ярлыки. И в этом смысле появление Козырева, оно абсолютно оправданное. Он просто отвесил человеку. Я три вещи хочу сказать коротко. Во-первых, я лично знаком с Андреем Козыревым. Я не знал, что он уехал. Ну, не то, что уехал, а то, что он, наверное, занимается преподавательской деятельностью, что он находится на Западе. И я вот хочу ему, пользуясь случаем, передать огромный привет и слова уважения. И вторая вещь вот какая. Вот то, что он не участвует в российской политике. А мы задали вопрос радиослушателям или нет? Давайте. Нет, нет, нет. Давайте. Вот задайте. Давайте. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Андрей Козырев, вернулся в большую российскую политику. Если вы хотите, наберите, пожалуйста, номер 660-06-64. Нет, вам и без того хватает вот этого меню, как выражается, Матвей Юрьевич. 660-06-65. Голосование пошло. Еще раз вопрос. Хотите ли вы, чтобы Андрей Козырев вернулся в большую политику? Если хотите 660-06-64, нет, вам это не нужно. Вы обойдетесь без него. 660-06-65. Матвей, у меня к вам вопрос. Сейчас, давай я договорю, потому что время и все. Я быстро. Ладно. Я не хочу, чтобы Андрей Козырев возвращался в российскую политику, но не для нее, потому что это не его время. Сейчас время волков, крокодилов и подонков в российской политике. Поэтому он здесь будет выглядеть странно. Вот вы вспомнили одного замечательного любимца Путина, который бесконечно пишет какие-то доклады. И вот он эти доклады пишет. Его институт финансируется. Путин им же. Он пишет эти доклады. И все это напоминает книгу Пьера Валёк. Гибель 31-го отдела, где ребята сидели на 31-м этаже и в диктатуре выпускали журнал, который сами и читали. Потом это все закончилось плохо. Так вот, третье самое важное. Я хочу коротко сказать. Мне кажется, что он вмешался, потому что это мировоззренческий спор. Его Путин упрекнул в том, что он заменил Козырев общечеловеческими ценностями национальные интересы. Я хочу сказать, что национальные интересы, так как их представляет себе Путин, вот привели к тому, чего мы сейчас видим в Российской Федерации. А хочу вам рассказать два слова про Украину. Вот знаете, что в Украине никто не говорит о идеологии. Я понимаю, что в Украине фашисты и бандеровцы, и, конечно, тут фашистская идеология Германии 1939-го года и бандеровская, там чего-то такое, на Унсо и УПА. Но на самом деле здесь говорится о том, что идеологии никакой не должно быть, а национальные интересы заключаются, как ни странно, в Солженицынской фразе «сбережение народа». Но тут не называют Солженицына, говорят это другими словами, а «сберегают народ в Европе». Поэтому, по всей видимости, национальные интересы, к примеру, Украины, заключаются в том, чтобы следовать европейским стандартам, европейским ценностям. Почему? Они хорошо разработаны. Не придумывать свой велосипед в институциональных отношениях, в законодательстве и так далее. Да, вот как-то следовать формату развитых стран. Поэтому я очень рад, что Козырев напомнил и как бы завязал, я не знаю, будет он продолжен или нет, что вопрос, что такое национальные интересы, и что это понятие не прибито гвоздем, что это надо обсуждать. Конечно, никакого обсуждения не будет, потому что все национальные интересы путинской России – это и есть Владимир Путин в разных его ипостасях. Но просто это интересный разговор и это интересная тема. И я очень благодарен Козыреву, что он это дело поднял. Можем идти дальше? А, это голосование. Ох ты, слушайте, как у нас хорошо проголосовали. Бодро. 73,5% слушателей сказали, что они хотели бы возвращение Козырева в российскую большую политику. 25% в четверть говорят, что им Козырев в нашей политике не нужен. Но, видимо, своих персонажей мы задоставили. Я хочу сказать Андрею, чтобы он ни в коем случае не возвращался, потому что российская политика сейчас, она тебя, Андрей, недостойна. Ты слишком хороший персонаж и профессионал для того, чтобы не жить среди волков. Слушайте, а почему, Матвей Юрьевич, дорогой, а почему вы, у нас мало сейчас здесь хороших персонажей политических, почему Козырева вы бережете, а, например, хорошему парню Алексею Навальному или Дмитрию Гутурову, вы же не советуете ему убираться из страны, чтобы они где-нибудь там... Как это не советую? Как? А вы советуете? Мой первый, как только Навальный серьезно начал заниматься политической деятельностью... Айоша, беги! Я публиковал, я сказал, тебе надо уезжать, потому что тебя грохнут. Ты, наверное, не читаешь мои посты. Это давно было, а потом я повторил это 10 раз. Да, конечно. Потому что если он еще будет и дальше двигаться, а потом, не дай бог, он станет реальной угрозой Владимиру Владимировичу, то обязательно найдется какой-то хороший, правильный, послушный человек, который его грохнет. Ну да. Да, конечно, не жалко. А вы из той категории людей, которые на протяжении десятилетий, говорят одно и то же, какие-то страшилки и про Путина, и вообще про Россию, и только ничего не сбывается. А Леша тебя грохнут, говорил Матвей Гонопольский лет 7 назад. Слава богу, Навальный же. Ну, может быть, потому что... А ты хочешь, чтобы грохнули? Нет, а зачем тогда говорить, Алеша тебя грохнут? Алеша Навальный занимается своим делом. Потому что я высказываю свое, а я занимаюсь своим делом. А, ну на чем основывается? Это ваше оценочное суждение, что Алеша грохнут здесь. Ну, не убьют его. А зачем тогда это говорить? А все остальные, кого грохнули, а Немцов? Ну, Немцов. Что? Нет, ну Немцов. Его грохнули или нет? Или он здравствует и является собой альтернативой оппозиционной политики? Тем, кто критикует Владимира Путина, власть, в том числе Соломину, в том числе мне, иногда по праздникам, по выходным, вы всем советуете бежать из страны? Нет, мой дорогой, нет. Потому что мы не представляем угрозы. Мы гордим все, что хотим. Мне сегодня скучно с тобой. Ты сегодня плохо оппонируешь как-то. Очень странно. Вам Голубева сейчас позову. Я вам Голубева позову сейчас. Все, давайте к следующему этому самому. Нет, наоборот, он сегодня оппонирует как Голубев. Дело в том, что редиска недели. Вот смотрите, какая история. На том самом заседании, где рассматривался вопрос с президиумом ВАКа, вопрос диссертации Владимира Мединского, было, насколько мне известно, 30 человек. Да, примерно. Известны имена, во всяком случае, по информации РБК, известны имена людей, которые голосовали за то, чтобы лишить министра степени ученой. Эти имена известны. Это Сергей Мироненко, это Игорь Данилевский. Два историка, которые были в этой комиссии. И ряд других тоже людей. Я их не буду причать всех, потому что речь не о них. Речь идет об остальных людях. Вот несколько фамилий тоже приводится. Нам просто нужно в этой рубрике называть, конкретизировать. Несколько фамилий производится. Например, там, не знаю, председатель комиссии Владимир Филиппов, заместитель его, академик, врач, психиатр Любомир Автонас, ректор ИТМО, доктор технический наук Владимир Васильев, доктор философских наук Владимир Шульц, президент СПГУ, доктор филологических наук Людмила Вербицкая. И ряд других людей. В особенности, конечно, если есть среди них еще историки, то в первую очередь они. Потому что это решение, судя по всему, я, еще раз, я не историк. И я с Владимиром Мединским как историком спорить не могу. Я могу с ним спорить только как с политиком. Но у меня есть очень много друзей историков, которые читали внимательно его диссертацию. Я делаю свои суждения на основе людей, которым я доверяю. И оставить ему диссертацию означало поставить под сомнение работу российской науки, ее огромную, ценнейшую репутацию. Потому что оставить диссертацию Владимиру Мединскому, исходя из тех условий, которые сейчас есть, означает признать, что окей, у нас научные диссертации защищают еще и не только потому, что они действительно ценные с исторической точки зрения, но еще потому, что это кому-то надо. А если у вас есть такое отношение к научным работам, то как вы будете, будучи ученым? Вот это мне объясняют ряд моих друзей, которые занимаются историей. Как вы будете делать свою работу, если вы ссылаетесь на труды предыдущих своих коллег, а вы не знаете, насколько этот ученый ценный, вы можете основываться только на их профессиональной репутации. Да? Если вы знаете этого человека. А если у нас в принципе система устроена так, что она готова за человеком держать статус, просто исходя из ряда других условий, не только потому, что они действительно представляют себя ученых, а потому, что они богатые, влиятельные, потому, что у них место хорошее, потому, что родственники они чьи-то и так далее. Вот в чем страшный удар по российской науке. Дело же не только в том, что нужно было тут защитить. Я понимаю, что, наверное, альтернативная позиция была бы сейчас ради героизма. Но сохранение этой позиции означает страшный удар по собственной репутации и по репутации науки российской в целом. Значит, у нас есть тут вопросы или нет? Они связаны... Я сказал, что мы можем спорить... Давайте не будем здесь вопрос задавать, все не успеем, потому... Хорошо, я коротко скажу. Я не читал никаких диссертаций Мединского. Я читал, что пишут об этом, поэтому я не могу судить об этом. Мне вообще кажется, что эта история не про Мединского. Мне кажется, что это история про российскую науку в широком смысле этого слова, который не может разобраться с чиновником. Они пали так низко, что когда они думают о своем будущем, что-то вот такое вот, или о том, как их будут финансировать, или у них могут быть разные соображения, то они не могут дать... Они не могут сказать честно, они не могут дать отпор. Кроме того, их совершенно... Их даже не волнует общественное мнение. Ну, вот они видят, что... Вообще это как-то странно. Конечно, можно восхититься Владимиром Путиным, который не сдает своих, но как-то, ну, совсем уж вот такой вот в таких печатях всех и штампах таких нехороших Мединский. И как-то вот ничего. Значит, вот говорится, я на переправе людей не меняю. Ну, может, он его потом сменит, а может, когда вот будет новое правительство, а может, и это нет. Но дело тут не в этом. Вот наука у нас сейчас такая, что даже высокопоставленные люди, которые там решают судьбу вот такого человека, как Мединский, не находят себе сил и мужества признать по всей видимости очевидное. Вот я могу высказать только сожаление и удивление. Ну, какой царь, такой и псарь. Вот тронь Мединского, а потом нужно думать о своей судьбе. Поэтому, ну что, ну вот так оно. Вот так, вот так оно. Что делать? Я очень рад, если позволите, я очень рад, что история с Мединским завершилась. И абсолютно не важно, в чью пользу, потому что меня тошнит от Мединского так же, как меня тошнит от Натальи Поклонской. Пусть вот эти вот кейсы, которые у нас уже завязли в зубах, застряли в зубах, пусть они все разрешаются разным способом. Как угодно. Матильда Поклонская, учитель. Отзовите прокатное удостоверение, не показывайте фильмы. Не знаю, посадите учителя. Отличный итог этой истории. Все, меньше Поклонской, я буду счастлив. Мединскому оставили диссертацию. Отлично, очень хорошо. Навальный критикует Путина. Вечная история. Каждый день в огромных количествах. Посадите тоже Алексея Навального. Меньше критики будет. Больше ада перед выборами. Больше новых информационных поводов. Давайте двигаться дальше. Спасибо. Давайте. Киселев скоро. Сейчас будет Киселев. Только хочу сказать. Вот ты последнюю фразу сказал, которая... Ты же говори правду тогда, Нарышкин. Ты сегодня удивителен. Больше информационных поводов других. Да, хотелось бы. Но дело в том, что нету ничего в России... Есть. А мы просто не видим. Нам все заслоняет. Нам вот эти три тошки, Мединский, Навальный и Поклонский, они все заслоняют. Мы не видим. Да, не видим. Нет. Ты забыл, что у нас передача не про народное хозяйство, а политическое. Если вы считаете, что кроме трех тем у нас осталось в России только народное хозяйство... Да. Мне жаль вас. Мне жаль вас, дорогой Матвей Юрьевич. Очень жаль. Больше нету ничего. Больше нету ничего. Зато на Украине пестрая жизнь. Там столько родных аспектов. Все. А в России отстой. Закончили разговор. Давайте перейдем к последней нашей рубрике, к реплике Евгения Киселева. Это программа Гонопольская. И ее рубрика «Возвращение блудного...» Да, Киселева. Снова с помощью Евгения Киселева вернемся к Владимиру Путину и его тоже нашумевшему выступлению, точнее оговорке на Валдайском форуме. Выступление Путина перед Валдайским клубом это одно из нескольких самых важных традиционных публичных выступлений нашего вечно зеленого гаранта. Нарезут послания федеральному собранию, многочасовой прямой линии общения с телезрителями и ежегодной тоже многочасовой пресс-конференции. Я напомню, Валдайский клуб это на самом деле придуманная много лет назад тусовка прикормленных Кремлем западных политологов, экспертов по России из породы тех, кого в последние годы стали на немецкий лаг называть Путин-ферштайрами, то есть людьми с пониманием, относящимися к Путину. Их именно в Германии едва ли не больше всего, во главе с бывшим канцлером Шрёдером. Многие из них совмещают работу в политологических центрах, где занимаются кремлинологией, с приработком в качестве лоббистов интересов западных компаний в России или советников международных корпораций по российским делам. А регулярное участие во встречах с Путиным очень здорово помогает такой приработок находить. Ну, судите сами. Одно дело, ты просто эксперт по России, работающий в каком-нибудь вашингтонском, лондонском или берлинском мозговом танке, а другое дело, ты регулярный участник встреч с самим Путиным. Угадайте, кого скорее примут на работу с хорошим гонораром в какую-нибудь корпорацию, экспертам по России. В ходе выступления перед Валдайским клубом Путин всегда говорит об актуальных проблемах внешней политики, в том числе и об Украине. Так было и сейчас. Но вот что любопытно. Выступая перед Валдайским клубом, президент России обычно хорошо помнит, что перед ним сидят все-таки западные либералы. Да, прикормленные, да, совмещаются политологию с бизнесом, но все-таки люди, для которых есть вещи абсолютно неприемлемые. Нацизм, антисемитизм, геноцид. Поэтому Путин, говоря об Украине, всегда старается пометить эту тему ядовитыми маркерами, как он сделал и на сей раз, вдруг заговорив о давно станувшей в лету исторической фигуре Симона Петлюре. Сейчас вот установили памятник Петлюре. Это человек, на нацистские взгляды, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Но вот тут остается только руками развести. Знания президента России об истории Украины явно оставляют желать много лучшего. Ну, начнем с того, что антисемитизм Петлюры и его сторонников – это большой вопрос, вокруг которого до сих пор идут споры между серьезными историками. Да, действительно, во времена правления Петлюры в Украине были еврейские погромы, но организовывал ли их лично Петлюры и одобрял ли он их, вот по этому поводу единства мнений точно не существует, потому что есть свидетельства абсолютно об обратном. И кроме того, Симон Петлюра уж точно не был историческим деятелем во времен войны. Ясно ведь, что Путин говорит не о гражданской войне, а о Второй мировой. Ну, возможно, он перепутал Петлюру с Бандерой. Ну и последнее. Да, действительно, в годы гражданской войны по Украине прокатилась волна жестоких еврейских погромов. Но кто только тогда их не устраивал? И белые, и сторонники батьки Махно, и другие представители, захлестнувшие Украину, атаманщины, и даже красные, да-да, красные конники будущего маршала Буденова. Так что вешать все это на Петлюру по крайней мере антиисторично. Но, впрочем, что говорить о качестве исторических знаний президента? Если у нас министр культуры все-таки доктор исторических наук, то какие могут быть претензии к его президенту? Евгений Киселев о заявлении Владимира Путина. Одном из громких заявлений Владимира Путина на Валдайском форуме. Мы прощаемся уже. Да, к сожалению, время. Я только хочу сказать, что в Украине сейчас после постановки памятника Петлюри идет активная дискуссия по поводу того, кем же был этот человек. И эта дискуссия очень активна во всех средствах массовой информации. Здесь нет персонажа, по поводу которого наложено какое-то табу или сакрального персонажа. Поэтому вот дискуссия есть. Хорошо, ребят. Спасибо вам большое. Спасибо слушателям. У нас как-то хорошо. Много слушателей. Спасибо вам и то, что вы смотрите и слушаете. Нарышкин-Соломин, Гонопольский, Света Ростовцева, звукорежиссер. И мы встречаемся через неделю. Пока. Чувствую. Это была программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Али. Спасибо.